Я изобрел биолазер, так называемый, который может излучение лазера, допустим, или другое высокочастотное излучение превратить именно во вращающееся поле. Так что мы имеем и вихрь, и дивергенцию перемещения, то есть как бы буравчик такой. Так вот, оказывается, это поле такой формы возбуждает физический вакуум внутри этого вихря, и скорость увеличивается, скорость распространения энергии внутри этого вихря возрастает в 10, в девятой степени умноженное на скорость света. Вот такая скорость достигается. Это я не придумал. Это провел испытание академик Козырев еще в 30-х годах. Этот биолазер имеет проникающую способность, которая значительно выше, чем рентгеновские установки какие-то мощные. А здесь мощность небольшая. Один ватт проникает до ядра Земли практически. Используя такую проникающую способность излучения, мы используем частотные характеристики каких-то веществ и модулируем эту частоту на несущую частоту. Таким образом мы доставляем собственную частоту колебаний лекарства, можем доставить в любую точку земного шара и подействовать на любой орган так, для того, чтобы его вылечить. Вот это лечебный эффект. То есть вы достигаете какого-то резонанса? Да, наступает, да, потому что частота резонансная подбирается. Но она записывается на несущую частоту. А если еще использовать фазовую решетку в виде антенны, получается, что мы умножаем число этих биолазеров практически во столько раз, во сколько отверстий на антенне имеется. Эффект колоссальный получается, потому что идет целый сноп таких вот лучей, которые оказывают вот такое действие и лечебное. И если надо, оказывать действие по обнаружению полезных ископаемых. Если направить в Землю и дать, допустим, частотные характеристики нужного какого-то вещества или природного ископаемого, и мы там, значит, обнаружим в результате резонанса, получим, значит, излучение этого вещества, и мы его здесь на Земле зафиксируем. Вот принцип такой. Когда авторам для изучения ядра Земли были применены способы геогидродиагностики и геоголографии, были установлены несоответствия общепринятого мнения о размерах и строении земного ядра с полученными результатами. На сегодняшний день правильной считается гипотеза о том, что земное ядро железно-никелевое. Однако проведенное сканирование ядра при помощи квантового генератора и тестовых приставок помогло определить его структуру с инженерной точностью. Радиус ядра составляет около 2350 километров. Наружный слой толщиной порядка 400 километров представляет смесь глины и песка с включениями различных кристаллов. Следующий 220-километровый слой состоит из расплавленных металлов. Третий от поверхности оболочка имеет толщину 90 километров и целиком состоит из расплавленного свинца. Четвертая оболочка состоит из урана, достигая в толщину 360 километров. Под ним идет 70-километровый слой графита. Шестой слой – это зона теплообмена, газовой фазы ядра толщиной порядка 90 километров. Седьмой слой ядра – это термоядерный реактор радиусом 720 километров. В нем происходят реакции синтеза водорода, дейтерия, трития, углерода, лития, метана, гелия, азота, углекислоты, кислорода и других газообразных элементов. Отсюда следует, что в центре ядра Земли идет термоядерный синтез, процесс, подобный реакциям на Солнце. Но по мере расходования материалов, участвующих в процессе, температура ядра должна снижаться. Однако этого не происходит. Наоборот, периодически происходит извержение вулканов. Поэтому очень вероятно, что параллельно реакциям синтеза идут еще какие-то пока не обнаруженные процессы. Когда мы представили, что ядро Земли представляет собой несколько геосфер, и в частности, первая геосфера – это графитовая оболочка. Мы находим шунгит в районе деревни Шунга, Карелии. Берем образцы, сравним и находим эти же образцы в ядре. Вот мы записали частотные характеристики этого шунгита и проверили на графитовой оболочке ядра Земли. И вы знаете, совпало. Получили отклик, что да, совпадает. Это говорит о чем? О том, что вот этот шунгит, эта графитовая оболочка какого-то ядра или ядра какой-то планеты, которая разорвалась. Либо это планета Фаэтон, либо еще какая-то другая ядро, которое в свое время упало на мексиканский полуостров и земную ось завалило, и цивилизация исчезла из-за того, что возник цунами. Похоже, речь идет об одной из трех лун, которая в давние времена, согласно ведическим текстам, вращались вокруг Земли и с которыми связано одно из даарийских летоисчислений от периода трех лун. Разрушение луны Лели привело к всемирному потопу, а позднее осколком взорванной луны Фатты была смещена земная ось. Отсюда в нашем языке появились слова «фатальный» и «фатализм». Таким образом, у Земли осталась всего одна луна, которую предки звали месяц, а теперь просто луна. Вот представьте себе три светила под углом 120 градусов в пространстве, вега-капелла-канопус, оболочка графитовая, ядра Земли и пирамиды приемные и излучающие. Расчеты, проведенные группой Виталия Гоха, показывают, что все известные пирамиды нашей планеты имеют собственные и весьма четко определенные задачи. Так, гималайские пирамиды и пирамиды Бермудских островов обеспечивают высокочастотный энергообмен земного ядра со звездой Капелла, мексиканские и английские со звездой Вега, а египетские, полинезийские и крымские со звездой Конопус. Одни из них выполняют функцию приемников, другие – передатчиков, что подтверждаются обнаруженными в Севастопольской пирамиде кварцевыми излучателями и тремя высокочастотными каналами волноводами. Расчеты, проведенные с помощью энтузиастов-астрономов из Крымской обсерватории, показали, что первостепенное значение для стабилизации движения Земли и ее энергообмена играют Вега, Конопус и Капелла. Ну, это напоминает трехфазную систему под углом 120 градусов, обмотки. Представляете? Я, как электрик, сразу это все представил, что это, да, действительно… Именно поэтому они ориентированы одинаково? Да. Взаимодействие вот этих токов приводит к возникновению электромагнитных моментов, которые держат ось в определенном положении, экватором к Солнцу, и воздействие на частоту вращения. Продолжение следует... Продолжение следует...